Всем привет, ребят, ксен Флэш, это обзор ноябрьского обновления под названием Прототип 17. Итак, поехали. В игру добавили новое оружие под названием Прототип 17. Кто хочет более подробно узнать, как он стреляет, как выглядит, и я уже снял о нем обзор, справа сверху появится подсказочка. Ну а если вкратце, то это новый пистолет, магазин у него на 18 патрон. Но главная особенность его в том, что он делает сразу по 3 выстрела за одно нажатие курка. Это все благодаря новому модулю, который тоже добавили в этом обновлении. Он встроен в этот новый пистолет, и если его разобрать на переработчике, то вы можете этот модуль вставлять уже в другие оружия. Опять же, в моем обзоре показана стрельба всех оружий с этим новым модулем. И уже не успев выйти, его немножко понерфили. Как мы знаем, что новый модуль нельзя вставлять во все револьверы, дробовики и снайперки. И разработчики теперь запретили его вставлять в еще 3 оружия. Это в калаш, в М249 пулемет и в самодельный пулемет новый. В игру добавили новый вагон под названием Кабуз. Опять же, подробный обзор справа сверху будет подсказочка. Ну а если вкратце, то это некий уменьшенный аналог казино из бандитки. Только передвижной. Тут есть и слот машины, и стол для покера. И новая карточная игра под названием Blackjack на 3 места, где вы можете заработать очень много скрапа. Ну или проиграть. Улучшение качества жизни. Теперь все навесное оборудование очень легко менять местами, просто перетащив его на оружие, либо правой кнопкой мышки. Теперь пока вы мертвы, экран смерти будет обновляться и отображать новые спальники. Еще одна новая настройка по ограничению FPS теперь уже в меню. Если она активирована, то она ограничит его до 60. Последние несколько месяцев разработчики работали над новой системой, чтобы улучшить визуализацию монументов на расстоянии, при этом сохранив или улучшив производительность. Эта новая система использует технику под названием Ашлот, ну или просто Хлот. Показано два примера. На первом космодром вы видите, как говорится, отгадая, где было до, где после. И вот второй пример. Тут, конечно, уже более заметно. И несмотря на то, что улучшения производительности были минимальными, но вот визуальная точность, она улучшилась. Как пишут разработчики, что мы теперь должны заметить больше геометрии и деталей, а также некоторые монументы теперь в принципе будут видны, так как их не было видно раньше. Это больше информация для владельцев серверов. Разработчики планируют переключить сервера Rust с RockNet на Steam Networking. Они это сделают в конце ноября или в начале декабря. И тут небольшая инструкция по портам, что нужно сделать владельцам. При этом сервера можно переключить на Steam Networking уже прямо сейчас для тестирования, что разработчики и советуют. Тут есть параметр, чтобы обеспечить более плавный переход. Хэллоуин подошел к концу, поэтому ивент отключен. В принципе, как и не пишет, последний портал был закрыт. Кстати, напишите вообще, кто пользовался и прикольная ли вот эта новая штука с порталами. И информация по Twitch Drops. Каждый год RastaFit проводит масштабную благотворительную акцию. Начиная с 19 ноября в течение двух дней будет разыграно несколько эксклюзивных дропов, а в течение всей недели несколько обычных. Переходите на вот этот сайт, авторизуйтесь, чтобы получать самую актуальную информацию по Twitch Drops. В конце, как всегда, ChangeLog. Из интересного теперь у SnowMachine, так же как и у FogMachine и у Стробоскопов, появилось три электрических выхода. Пилот коровы теперь будет помечаться как враждебный, если он давит игроков в сейв-зоне. Ряд фиксов, думаю, каждый найдет что-то для себя интересного. Кстати, по электрике несколько штук. На этом, в принципе, все, ребятки. Еще раз напоминаю, что у меня есть свой мирный сервер. Это просто идеальное место, чтобы протестировать новую обнову, попробовать новый пистолет. Прокатиться в новом вагоне с казино, я даже не представляю, что там будут делать мирные игроки, конечно, такое там устраивать. Потому что на обычном сервере вы вряд ли это сделаете, потому что на моем сервере вас не могут ни убить, ни зарейдить без вашего согласия. Я думаю, что только ради одной поездочки в новом вагоне с Bloodjack'ом и с хорошей компанией вообще, только ради этого стоит зайти. Все ссылки, как всегда, есть в описании под любым моим видео. Обязательно подписывайтесь в группу сервера, там самая актуальная информация. Вайб будет либо сегодня, в четверг, поздно вечером, либо завтра, в пятницу утром. Все зависит от скорости выхода оксида. Все, с вами был Flash, как всегда, увидимся с вами в следующем видео.